Те, кто обращались ко мне в частной переписке в основном с вопросами о том, как им проще устроиться в Германии или как начать обучение с Германии, какие вообще первые шаги сделать, я очень часто многих, кто подходит по профилю, то есть это молодые люди, сейчас заканчивающие школу, или родители, которые интересуются для своих детей, я довольно часто отправлял этих людей всегда на один и тот же блог. Вот нашел я блог такого простого украинского парня, вот посмотрите на него, симпатичный такой светлый парень, и почему я отправляю всегда на его блог, потому что, первое, он очень подробно рассказывает свою жизнь здесь, буквально по шагам, и второе, у него достаточно интересная судьба, я бы сказал, такая типичная судьба человека, который с нуля, не имея особых денег, добился всего, чего он хотел. Я считаю, что это редкий случай, его обязательно нужно ставить в пример, и я вообще советую всем, кто интересуется, как устроиться за пределами своей страны, внимательно просмотреть и прослушать его блог. А в этом ролике я сделаю, ну, такой приблизительно, такой небольшой обзор, для того, чтобы вам не пришлось просматривать 20-30 его роликов, и рассказать тем, кого интересует, какой же был алгоритм действия именно конкретно у этого молодого человека. Этот парень зовут его Юрий, и он жил, представьте себе, в Луганской области, даже не в большом городе, а в небольшом украинском поселке. Родители, судя по его рассказам, люди совсем не богаты, не имеющие никаких особых великих средств для того, чтобы обеспечивать ему хорошее образование. Но он целеустремленный парень, занимается спортом, поступает в Украинский университет, и уже на первом курсе со своим другом он узнал о программе Work and Travel в Соединенных Штатах. Он приезжает в Сиэтл, а затем из Сиэтла они перемещаются на Аляску, и он остается там на лето работать. Что интересно, представьте себе, даже когда он летит в Соединенные Штаты, для этого обыкновенного провинциального парня это был первый полет в его жизни. В школе, естественно, в Украине он немножко интересовался английским языком. На момент, когда они приезжают, по-моему, это 2010 год в Соединенные Штаты, у него буквально самые начальные знания английского языка. По университетам эти ребята предлагали, что студенты могут поехать в Америку на лето, поработать по программе Work and Travel. Мы заинтересовались этой программой, я занял денег. Вернее, мама нашла деньги, и с дядей помогли мне найти деньги. Это около 2000 долларов, 2500 долларов нужна была для этого, и мы поехали в Америку. Это было, скажем так, первое путешествие обычного какого-то сельского парня, который едет в развитую страну. Меня это очень сильно удивило. Я первый раз туда летел на самолете, и я понял, что это высочайший класс пассажирских перевозок, этот самолет. То есть с Украиной мы летели на обычном каком-то самолете, я не знаю, советском или еще каком-то самолете. Он тоже разваливался, такой непонятный был. Но вот мы во Франции делали пересадку на этот Boeing, то я понял, что это тема. Потом прилетаешь в Америку, и даже в аэропорту, когда ты стоишь, и ты сравниваешь аэропорт с Киева, Борисполя, и аэропорт в Сиэтле, и ты понимаешь, что это небо и земля. И когда мы пролетали еще над Сиэтлом, я понял, видно было, насколько это крутой город. Прилетели мы в Сиэтл, там пожили 4 денечка, походили по городу, наслаждались этой красотой, посмотрели, как люди живут. И потом через 4 дня у нас был самолет на Аляску, мы работали все лето на Аляске. И это опять-таки очень сильно на меня повлияло, потому что я понял, что я там работал очень много, по 20 часов в день, по 15 часов в день. Работы очень много было, но я понимал, что я за день зарабатываю столько денег, сколько я мог заработать за месяц работы в Украине. Я оттуда привез около 3000 долларов, остальное все потратил на одежду, на телефон купил, в общем, на часы еще какие-то купился, в общем, всяких вещей накупил нам. Как вы слышите, работа ему нравится, он заработал очень много денег по украинским меркам, то есть, я думаю, это было где-то 5000, может быть, накупил себе всего, возвращается в Украину, продолжает учебу. И ему до такой степени нравится в Соединенных Штатах, что он хочет каким-то образом попасть в эту страну. Но он очень быстро понимает, что обучаться в Соединенных Штатах очень дорого. Обучение стоит от 60 до 100 и более тысячи, ему, естественно, эта сумма неподъемная. Тогда он думает, и это единственное решение, которое, я думаю, пришло бы мне в голову, ехать учиться в Канаду, потому что там дешевле. Во-вторых, опять же, английский язык. А в-третьих, там большая украинская диаспора. То есть, очень многие украинцы, в первую очередь, стараются устроиться именно в Канаде. Но получается так, что он заполняет анкеты, он даже создает в себе счет, переводит какую-то сумму денег, но этого недостаточно. Ему отказывают. Как он сам предполагает, именно из-за того, что денег было недостаточно. Либо английский язык его был не на том уровне, которым необходимо. Одним словом, он получает один отказ, и он получает второй отказ. Что же делать? Мечта осталась. Здесь пути вроде бы закрыты. И в этот момент он узнает о том, что есть бесплатное образование за границей, точнее, в Германии. И он резко меняет свой вектор направления. То есть, с английского языка резко переходит на немецкий язык. Кстати, нужно сказать, что парень продолжает учиться в украинском университете. Учится он, кстати, на совершенно ненужную профессию менеджмент. Параллельно он работает барменом в одном из украинских кафе и зарабатывает, как он говорит, 600 долларов. Для Украины в тот момент это достаточно приличные деньги. Но он считает, что это небольшие деньги, потому что уже поработав на Аляске, он знает, что можно заработать 2 и 3 тысячи долларов в месяц. Теперь уже для него это становится такой объективной реальностью. Он начинает понимать, что жизнь в Украине в любом случае его не будет устраивать, как бы и где бы он там ни работал. Узнает он со своим другом о программе АУПР. То, о чем я постоянно говорю, это программа в основном для девушек или девочек. Но в последнее время точно так же принимают активно и парней, и они решаются попробовать приехать по этой программе. Все им удается, он и его друг приезжают в Германию, обратившись в одну из многочисленных агентур по распределению молодежи по этой программе АУПР. Фактически АУПР это переводится как нянька за детьми, молодой человек или девушка проживают в семье, на всем готовом, у них есть комната, они соответственно вместе с семьей питаются. Занимаются они тем, что присматривают за детьми, отправляют в школу, встречают из школы, готовят с ними вместе домашнее задание и получают 250 евро карманных денег в неделю. Ну, например, если молодому человеку или девушке там 15-16 лет, то это нормально. Для него, естественно, уже более взрослого парня эти деньги были недостаточными, но у него была цель выучить немецкий язык. На момент, когда он приезжает в Германию по программу АУПР, внимание, у него уровень знания немецкого языка А1. Он просто за несколько месяцев до того, как приехать в Германию, там в баре, кто говорит в свободное время, немножко полистывал какой-то немецкий разговорник. Год проводит он в немецкой семье, причем, если вы внимательно просмотрите его блог, он очень подробно все рассказывает. Не все ему нравилось, у него была достаточно проблематичная семья, были у него даже какие-то терки с семейством. Но он все-таки прожил год и уже находясь в Германии, он узнает о том, как бы остаться на следующий год или на полтора года. То есть он хочет каким-то образом задержаться. Цель все та же, приблизиться к обучению в немецком университете. И здесь уже в Германии он узнает о многочисленных программах. То, о чем я постоянно пишу тем, кто обращается ко мне. Но я планирую по каждой отдельной программе сделать отдельный ролик. Сейчас у меня очень много работы. К сожалению, я не могу работать так интенсивно в YouTube, как мне бы этого хотелось. Поэтому вот приходится ссылаться на тех блогеров, у кого есть уже соответственные ролики на эту тему. Я перечисляю и обычно остальные перечисляют, как правило, три. Это FSU. FreibullegesSocialesJahr. Это BFD. BundesfreiwilligesDienst. И это FUJ. FreibullegesEkologischesJahr. Вот послушайте девушку с каким-то акцентом. Может быть она узбечка, может быть она армянка. Одним словом, одна из многих, прошедшая через волонтерские программы. Наши три вида социального года. Добровольный социальный год. FreibullegesSocialesJahr. Федеральная добровольная служба. Bundesfreiwilligendienst. Добровольный экологический год. FreibullegesEkologischesJahr. FreibullegesSocialesJahr и Bundesfreiwilligendienst. Это работа в социальной сфере. Амбулатория, детские приюты, дома престарелых, медицинские учреждения, церкви и гостиницы, интернаты для душевнобольных и физически неполноценных. Особое отличие FreibullegesSocialesJahr и Bundesfreiwilligendienst заключается в том, что FreibullegesSocialesJahr вы можете делать от 18 до 27 лет, а Bundesfreiwilligendienst не имеет ограничений в возрасте. FreibullegesEkologischesJahr это работа в экологической сфере, помощь организациям защиты природы, работа в лесном хозяйстве, на ферме, музеях, в области садоводства, в зоопарках, в зоомагазинах, в заповедниках. Самое главное это то, что по завершении проекта вы получаете сертификат, в котором указаны ваши успехи и полученные знания. Сертификаты можете очень выгодно использовать в будущем, например, при устройстве на работу или поступлении в ВУЗ. Ведь вы приобрели профессиональные навыки. В основном указывают всегда именно эти три программы, но их больше, их по меньшей мере семь. Я бы советовал подавать во все свои анкеты и рано или поздно одна из подобных программ выстрелим. Итак, возвращаемся к нашему молодому человеку. Он выбрал себе FSU, Frevilliges Socialis Jahr, то есть это программа, связанная с работой с людьми, и попал в дом для престарелых. В доме для престарелых он жил непосредственно там же, ему выделили комнату, что ему сразу понравилось по сравнению с АОПР, что ему не нужно развлекать каких-то детей, ему не нужно подстраиваться под ритм чьей-то семьи. Он просто работает, отработал свои 8 часов и гуляй, делай что хочешь, свободен. Получал он уже гораздо больше, это 600 евро, плюс, я как понимаю, он мог питаться там же при доме престарелых. Если кто-то думает, что волонтер слишком напряжен работой, то это неправда. Все прекрасно знают, что волонтер работает за самые маленькие деньги. Поэтому обычно это просто помощники у помощников. Ну то есть что-то принеси, где-то подержи, где-то сделай что-то, если у кого-то нет времени. То есть вы, будучи волонтером, не должны выполнять какую-то профессиональную работу. Кстати, в своем одном ролике этот парень рассказывает, как его пытались заставить делать какую-то серьезную работу. Ну, например, профессиональные сиделки, которые выучились и получают эту работу по 3000 евро, заставляли его что-то делать. На что он сразу ответил нет. Здесь нужно уметь поставить границы между вами и теми, кто получает очень большие деньги. То есть вы должны дать понять, извините, ребята, я здесь всего лишь на год, я здесь всего лишь волонтер, да, я могу помогать, но я не буду, грубо говоря, кого-то мыть, менять памперсы или делать какую-то тяжелую физическую работу. Они за это получают очень хорошие деньги. Поэтому, если не совсем правильные коллеги хотят вас как-то напрячь, нужно сказать нет. Это не входит в мои обязанности. Либо, если вы не можете жестко ответить, я бы посоветовал отвечать так. Я не могу это делать, потому что я на это не учился. Я боюсь сделать что-то не так. Ты учился, поэтому ты и делай. Вот это будет хороший ответ, который сразу поставит этого человека на место. Но, по большому счету, это говорят все ребята, прошедшие программы, таких идиотов встречается очень редко. В основном все знают, что волонтерские программы мало оплачиваются, и поэтому слишком работы не напрягают. Этот сам парень Юрий рассказывает, что в доме для престарелых в его обязанности входило три раза в день разносить завтрак, обед и ужин, потом собирать уже пустые тарелки. Затем, ну, восемь часов нужно что-то делать. Он иногда вывозил кого-то на инвалидном кресле покататься по двору. С кем-то мог поиграть в карты, с кем-то в шашки. И все еще его цель оставалась одна единственная, как можно лучше выучить немецкий язык. И поэтому общение со стариками или в предыдущий год общение с детьми ему очень сильно помогло. Я, кстати, считаю, что именно учиться языку у детей самый оптимальный вариант, потому что у них тоже не слишком большой словарный запас. И они готовы с вами, например, в качестве игры повторять слова бесконечное количество раз. И вы довольно быстро выучите вот эти простые обиходные выражения. Кстати, в некоторых волонтерских программах даже предоставляется языковой курс, потому что понимают, что это те люди, которые потом хотят поступать в немецкие университеты. Итак, он копит деньги для того, чтобы накопить нужную сумму для обучения в немецком университете. Ему нужно предоставить сумму 8000 евро. По-моему, ему не удается накопить эту сумму, но кто-то пишет для него либо поручительство, либо он каким-то образом занимает. В одном из роликов он рассказывает об этом, этот момент вы можете посмотреть, может быть узнаете лучше. Что произошло между тем, как он закончил свою волонтерскую программу и все-таки поступил в университет, я тоже не до конца понял, у меня нет времени очень подробно изучать чьи-то блоги. Но еще раз говорю, если вас интересует, вы найдете ответ. Либо свяжетесь с самим Юрием, он готов помогать, он готов вам дать, например, конкретные адреса агентства, через которые он приехал и в Германию, и в Соединенные Штаты. Смысл в том, что все-таки он поступил в немецкий университет, он поступил в городе Хамбург, по-русски Гамбург, и выбрал себе профессию IT-программирования, то есть он будущий айтишник. Когда я смотрел его блог, я думал, что он будет работать где-то в области педагогики, медицины, может быть воспитания, но он все-таки выбрал IT-программирование и, конечно же, правильно сделал. И, насколько я понимаю, сейчас он находится уже на пятом или шестом семестре, то есть он уже на третьем году обучения, приближается к своему бечля, то есть бакалавру, и дальше непонятно, будет ли он учиться на мастера или закончит свое образование. Вот вам пример простого алгоритма. Парень без особых средств, из Луганской области, как он сам признается, троечник из Украины. Сначала едет в Соединенные Штаты, пытается открыть для себя мир, изучает английский язык на самой начальной стадии. Ему нравится эта страна, ему хочется жить в этой стране, но для того, чтобы приблизиться к этой стране, он, посмотрите, какой он делает большой круг. Круг длиной в 8 лет, и он добился того, чего он хотел. Если он закончит университет и получит свой диплом, он может с немецким дипломом в качестве IT-программира устраиваться в любой точке мира. Он может вернуться теперь в Соединенные Штаты, может найти там работу и работать уже молодым немецким специалистом. Он может, в конце концов, остаться в Германии с этим своим дипломом и начать работать здесь. Он будет зарабатывать от 2 тысяч. То есть парнишка, который подрабатывал еще 2-3 года тому назад в украинском баре и считал, что 600 долларов – это хорошие деньги, через несколько лет обеспечил себе профессию, на которой он будет зарабатывать 2-3 тысячи и так далее. За это время он выучил два иностранных языка – английский и немецкий. За это время он успел жениться, поработал в различных сферах, нашел здесь очень много друзей, увидел мир, попутешествовал. Теперь у него есть квартира в Германии. Буквально за несколько лет парень полностью кардинально изменил свою жизнь. И что для этого нужно было? В общем-то, по большому счету, не так-то много. Никто ему не давал каких-то лишних денег. Никто его отдельно из какого-то кармана не финансировал. Никто за него ничего не делал. И все у него получилось. Из этого алгоритма вы можете вынуть несколько звеньев. Ну, например, вы не хотите поехать по программе АУПР. Например, вы старший или вы молодой человек, тогда выбирайте одну из многочисленных волонтерских программ. Или наоборот, вы девушка, вам проще работать в семье, тогда выбирайте АУПР. Например, не оставайтесь на следующие социальные годы. Сразу после этого поступайте в студенколлег или в университет. Опять же, все будет очень сильно зависеть от вашего знания языка. Что еще один интересный момент услышал я в одном из блогов этого парня. Он говорил, что когда он только приехал в Германию, он практически был уверен, что немецкий у него в кармане. И только сейчас, когда он находится уже 4-5 лет здесь, когда он уже 3 года обучается, только сейчас он понял, что его немецкий буквально на самом начальном уровне. И только сейчас он понимает, насколько огромный этот язык и сколько лет ему еще предстоит прожить, для того, чтобы действительно спокойно, легко общаться на этом языке. Поэтому очень многие люди меня удивляют, когда они пишут, «Слушай, я тут решил переехать в Германию, я тут за пару месяцев подтяну немецкий, ты мне там не подскажешь адреса для самой крутой работы». Господа, так в жизни не бывает. Вы, конечно, можете об этом мечтать, но на самом деле это долгий, кропотливый путь, шаг за шагом. И вот этот парнишка – это пример, когда человек сам строит свое будущее, кирпичик за кирпичиком. Он создает себе стабильное здание своего надежного будущего за пределами Украины или России, любой страны СНГ. Причем не просто какого-то нищенского существования, а хорошего, стабильного, материально независимого и главного будущего, которое позволит ему по большому счету жить в любой точке на этой земле. Я желаю, чтобы вы хотя бы начали этот путь. Как говорят, большая дорога начинается с одного шага. Не бойтесь, смотрите на таких людей. И помните, для того, чтобы прийти к своей мечте, совсем не обязательно иметь очень много денег. Достаточно иметь голову на плечах, быть дисциплинированным, быть самостоятельным, готовым делать самостоятельные шаги, ничего не бояться, стараться общаться с разными людьми. Через общение вы расширяете свою базу знакомств и свой кругозор. При этом никогда не нужно оставлять начатый вами процесс изучения иностранного языка или иностранных языков, и у вас все получится. Питом на программиста, на программирование, потому что я не верил в свои силы, но так как я посмотрел его видео, и он сказал, что все реально, только нужно учиться. И я понял, что я смогу, у меня все получится, и поступил в университет. То, что у меня сейчас, в принципе, получается учиться до сих пор. Один раз только я не сдал экзамен. И я думаю, что это успех. И было бы еще лучше, если бы я закончил университет и нашел работу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok